Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульмур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. К 2019 году в Караганде будет полностью решен вопрос с местами в детских садах. Такие планы озвучил Аким города Нурлана Убакиров во время отчета перед общественным советом. Обращение на «ты» из уст сельского Акима стало предметом дисциплинарного разбирательства. Чем еще грешат чиновники области, вы узнаете через несколько минут. Учащиеся школ и колледжей получили возможность досконально ознакомиться с работой спасателей. В честь Всемирного дня гражданской обороны, областной департамент по чрезвычайным ситуациям намерен весь месяц проводить дни открытых дверей. Создание новых рабочих мест, ликвидация очередей в детские сады и решение жилищных проблем. Это и многое другое успешно реализуется в Караганде. Во всяком случае, об этом в своем отчете доложил градоначальник Нурлана Убакиров. Аким город отсчитался перед членами городского общественного совета. Создание новых рабочих мест этой теме Аким Караганды Нурлана Убакиров уделил особое внимание. Согласно последним данным, в прошлом году в шахтерской столице создано 900 новых рабочих мест. В основном в сфере торговли и услуг. Этому способствовала реализация дорожной карты бизнеса 2020. В прошлом году городскими властями было поддержано более 400 проектов малого и среднего бизнеса. В текущем году положительная динамика по развитию бизнеса сохранится. В сфере торговли и оказания услуг планируется открытие не менее 10 объектов. И один из знаковых объектов – это дворец бракосочетаний с гостиницей и рестораном, супермаркет «Магнум», ресторан «Европа», автосталон «Автогуд», бизнес-центр «Рояда» и ряд еще других объектов. Вместе с новыми рабочими местами не менее важной темой стало обеспечение местами карагандинских дошколят. Нурлан Аубакиров сообщил, что с 2015 года расширяются действующие сады. Открылось два новых государственных сада. Увеличен госзаказ в частных. Однако есть и проблемы. Родители неохотно идут в частные садики даже на бюджетные места. Причина в деньгах. В государственных детских садах взносы составляют порядка 10 тысяч тенге, в частных – от 20 тысяч и выше. Нами уже предложены пути решения данного вопроса через увеличение стоимости государственного заказа. Если на сегодняшний день у нас государственный заказ на одного ребенка составляет 17 тысяч в месяц, то мы предлагаем с учетом средней стоимости содержания, с учетом рентабельности 37-36 тысяч, то есть установить порядка 26 тысяч тенге, обеспечить государственный заказ. Тогда, следовательно, при положительном решении этого вопроса к началу 2019 года, с учетом и лично я встречался с очень многими предпринимателями, будут готовы открывать детские сады. Мы к 2019 году полностью закроем вопрос, связанный с обеспечением детскими местами всех наших дошколят. Среди прочих тем, обсужденных на отчетной встрече, предстоящий ремонт дорог, решение коммунальных проблем и прочие актуальные вопросы жизнедеятельности Караганды. Андрей Тенулжас-Габасов, Бауржан Ермагометов, Первый Карагандинский. Аким поселка Жизды у Лутауского района наказан за обращение на «ты». На первый раз госслужащему сделали замечание с занесением в личное дело. А вот руководитель отдела ЖКХ Сакаровского района так просто не отделался. У разбая Бутеева понизили в должности из-за неуплаты налога на транспорт. Дисциплинарное дело в отношении чиновников рассмотрели члены Совета по этике. Из материалов служебного расследования следует, что обращение на «ты», за которое наказан Аким, прозвучало в ходе встречи чиновника с экс-сотрудницей Акимата и её родителями. Бывшая чиновница ранее трудилась по договору и накануне конфликта её должность была сокращена. Ей предложили работу сторожем, но последовал отказ. Вместо этого женщина пришла разбираться с Акимом Тет-Атет и привела с собой родителей. Семья буквально ворвалась ко мне в кабинет. Я на тот момент проводил рабочее совещание с подчинёнными, но всё же принял их. Отец девушки сразу стал высказывать претензии ко мне, якобы я не имел права сокращать его дочь. Не выдержав натиска, я позволил себе обратиться к нему на «ты», так как он намного младше меня. А он достал сотовый телефон и снял всё это на видео. Затем разослал это видео в разные государственные органы с требованием привлечь меня к ответственности. Я признаюсь, что должен был сдержаться. Разбор полётов стал для Акима очень мучительным. Учитывая преклонный возраст провинившегося и все обстоятельства дела, члены совета решили ограничиться замечанием. А вот второму ответчику не повезло. Руководителя отдела ЖКХ Осакаровского района уличили в неуплате налога на транспорт. Причём задолженность образовалась за несколько лет и составила примерно 260 тысяч тенге. А провинившийся госслужащий вместо его погашения решил оттянуть момент и перечислял часть зарплаты родственнику. В действии в пути его сматываются признаки нарушения под пунктов 5 и 13, пункта 5 Этического кодекса государственного служащика, выразивающегося на нанесение ущерба и интересам государства. В свою очередь, уличённый чиновник стал оправдываться. Он рассказал о сложном материальном положении, которое образовалось из-за болезни супруги. А грузовой автомобиль, налог на который он не уплачивал, по его словам, давно похищен. Финансовое затруднение было очень серьёзное. В связи с этим у меня произошли сбои по оплате. В то же время КАМАЗ ушёл, образовалась пустота. За эти годы, как раз за КАМАЗ молчали. И налоговая инспекция, естественно, она, в общем, купе всё это подняла. Вот за какие-то годы и большую сумму выставила. Я говорю, естественно, я вам за град 2 не выплачу процентов по 10-20 заработной оплаты, а с оставшими я буду платить. Члены Совета по этике были непреклонны. Они настояли, что все проблемы, на которые жаловался Бутиев, это его личное дело. И чиновника никто от уплаты налогов не освобождал. Айем Амрина Исламбекоспан, Бауржан Ермагамбетов, Первый Карагандинский. Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам колонии за нападение на ребёнка в Жизказгане. Напомним, попытка изнасилования 10-летней девочки произошла в сентябре прошлого года. Осуждённый был задержан прохожими, которые услышали крики ребёнка. Это видео было снято очевидцами. Педофил, пойманный на месте преступления, что-то невнятно кричал и отрицал свою вину. Из рассказа пострадавшей девочки стало ясно, что мужчина набросился на неё, когда она шла в школу. Незнакомец затащил её в кусты и стал душить. Прибывшие полицейские не стали церемониться с педофилом. Они задержали гражданина Узбекистана. Как выяснилось, позже он находился в Жизказгане на заработках. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В честь Всемирного дня гражданской обороны, областной департамент по чрезвычайным ситуациям намерен весь месяц проводить Дни открытых дверей. Учащиеся школы и колледжи получили возможность принять участие в интерактивных занятиях и учебных тренировках в спасательных подразделениях. 3 марта студенты колледжа познакомились с работой пожарной части номер 17. На выставке ребятам продемонстрировали новый автомобиль Трекол. Он помогает спасателям пробираться сквозь снежные завалы, а также способен передвигаться по воде. Вес машины 2 тонны. Вмещает в себя до 10 человек, не считая водителя. В ноябре месяце я лично выезжал на них в Каркалинский район. Спасательные работы показали себя с хорошей стороны. Полноприводные, две раздатки стоят уазовские и двигатель уазовский стоит, сотый двигатель. Хороший автомобиль показался, хорошо. И по снежной целине идет, и по болоту. Это у него идет не резина, а идет на камеру. Под снежной целине идет на пустых баллонах, а по более твердому грунту уже колес накачиваются. Подкачка все идет снутри. Можно также спустить его и также подкачать снутри автомобиля. Помимо Трекола студентам продемонстрировали и другую спасательную и пожарную технику. Всего мероприятия посетили около 200 учащихся колледжей. Помимо экскурсии, для ребят были организованы познавательные лекции, где рассказали о специфике спасателей. В рамках Дня открытых дверей до учащихся доведена информация в Международном дне гражданской обороны. Правила поступления и приема в наш Кочетавский технический институт, который именно проводит подготовку и обучение и выпускает полноправных офицеров-спасателей. Сегодня мы с учащимися провели экскурсию, показали образцы техники, которые непосредственно участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия проводятся во всех территориальных подразделениях Комитета по чрезвычайным ситуациям, учебных заведениях и организациях. По заранее утвержденному плану проводятся интерактивные занятия, беседы, лекции, учебные тренировки и дни открытых дверей. Асель Сазамбаева, Исламбекоспан, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. Ее Величество – Женщина. По таким названиям областной историко-краеведческий музей организовал бьюти-выставку. В преддверии Международного женского дня представители косметических фирм, мастера декоративно-прикладного искусства и студенты колледжей мода и сервис организовали настоящий праздник для женщин. Сегодня вам будет представлена демонстрация национальной одежды, подготовленная колледжем мода, например. Современные тенденции мода, представленные колледжем сервис. Кроме того, мы здесь предоставляем выставку ювелирных изделий нашего музея, из фондов нашего музея, потому что именно женщины, украшения – это все сливается в виденное целое. Боди-арт представляли ученицы Карагандинского колледжа сервис. Модели демонстрировали стиль кжель, элегантно дефилируя по подиуму. По словам руководителя Людмилы Беляевой, требуется как минимум два часа. Чтобы расписать модели, используются обычные акриловые краски. У нас существует театр мод, и есть такой номер, роспись по телу в стиле кжель, то есть боди-арт. Это современный вид изобразительного искусства. И мы будем показывать именно этот вид. Студенты будут у нас из специальности парикмахерское искусство, декоративная косметика, потому что они художники-модельеры у нас выпускаются. И мы вам представим вот эту небольшую нашу коллекцию. Костюмы, которые выполнили тоже. Также наши студенты, только другой специальности – конструирование, моделирование одежды. И, в общем, полностью вот этот такой набор в одном номере с небольшим постановочным дефиле в современном стилизованном русском стиле. Помимо дефиле и боди-арта для гостей проводились мастер-классы дизайнеров, визажистов, флористов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Все мероприятие сопровождалось концертной программой, где выступали местные творческие коллективы. Асель Сазанбаева, Жуслан Макулбеков, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. В Доме дружбы награждены учащиеся школ области, преодолевшие большую работу в написании историографии. Второй год в Караганде проходит конкурс «Алгысым Саган Казахстан». Лучшие 20 участников награждены сертификатами и ценными подарками. Группа школьников из Шахтинска подготовила объемную историографическую работу о бузниках Карлага. Жюри областного конкурса «Алгысым Саган Казахстан» высоко оценила творчество ребят. Сегодня они в числе 20 лучших участников. Я считаю, что это мероприятие и вообще мероприятие подобного рода очень полезно для детей, так как это воспитание и патриотизма, и расширение кругозора, и воспитание толерантности. В написании историографии приняли участие 160 учащихся школ области. Свои работы участники передали в автобиографиях, эссе и виде научно-исследовательских материалов. Поддержать участников в Дом дружбы пришли и герои исторических работ. Один из них – Валентин Константинов, первостроитель промышленных предприятий Карагандинской области. В Казахстан он приехал по комсомольской путевке. Ну, поскольку комсомольцы, трудящийся человек, нужен был в Казахстан, и нам выдали, приглашали, конечно, штаборка, выдать комсомольских путевку на стройке Казахстана. Известно, что Карагандинская область – одна из наиболее полиэтнических регионов нашей страны. История различных этносов, прибывших на нашу землю, множество. Одна из основных целей проведения историографии – познать историю своих предков и воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории родного края. В фойе Дома дружбы также организовали небольшую выставку, посвященную этой тематике. Андрей Тен, Жаксалык Нуртай, Баужан Ермагометов, Первый Карагандинский. Дарить радость и тепло – такую цель перед собой поставили ученики 51-й Карагандинской школы. С небольшим концертом в честь весеннего праздника они выступили перед подопечными медико-социального учреждения номер один. Приход весны всегда побуждает дарить тепло и радость. Именно поэтому ученики 51-й школы решили подарить концерт жителям Карагандинского дома престарелых и инвалидов. Аркадий Михайлович Каховский – ветеран Великой Отечественной войны. Перепетии судьбы привели его в дом престарелых и инвалидов. Но на судьбу свою не жалуются. Глядя на детей, выступающих на сцене, он искренне рад за их будущее. Мы, детишки, очень довольны, что детишки приехали нас, стариков, повеселить, показать свою молодость, что у них будет другое образование. То, что мы никогда не видели, и нам не пришлось этого видеть. Не были другие времена. Они сейчас воспитываются, есть все возможности учиться и показать свое искусство в жизни. Сегодня здесь проживают 151 подопечные. Сотрудники медико-социального учреждения заявляют, что небольшие концерты устраивают на каждый праздник. Проживающие здесь обеспечены всем необходимым. Полноценное питание, комфортные условия проживания, но не менее важным является внимание. Самое главное, им нужно внимание, пожилым людям. Все, что у нас проводится, концерты, это все мероприятия. Это по нашей, как бы, по душе им нравится. Спасибо 51-й школе, что сегодня приехали поздравить международный день 8 марта. Основной повод, с которым школьники посетили пенсионеров, предстоящий международный день 8 марта. Однако, внимание уделили всем, вне зависимости от пола. В преддверии весенних праздников мы рады всех поздравить, подарить радость, доброту, тепло, для того, чтобы каждому жилось чуточку лучше, для того, чтобы каждый стал чуточку счастливее и почувствовал себя частичкой этого мира и ощутил радость, доброту и счастье. Учителя признали, что подобный концерт они с детьми организовали впервые. Опыт удался, и теперь юные артисты намерены давать концерты и в других подобных заведениях, даря каждому свою доброту и детское тепло. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Бауржан, Ермагометов, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Третий год в Казахстане работает жилищный кооператив «Бест Вей недвижимость». Эта общественная организация имеет статус «социально значимое предприятие». Оно предлагает выгодное решение в приобретении жилой либо коммерческой недвижимости. Карагандинцы уже активно пользуются данной программой, улучшают свои жилищные условия и, живя в Караганде, приобретают недвижимость в Астане. Более 30 семей стоят в очереди для получения жилья. Вот как все просто. Придумал, нарисовал, построил и зажил в своем удовольствии. Вот про два молодежи сразу возникает вопрос, а где взять деньги? А вот тут надо вспомнить о кооперативах. «Бест Вей недвижимость» как раз и является таким кооперативом, с помощью которого можно построить себе жилье. Эта идея родилась у российского бизнесмена, доктора экономических наук, награжденного многими правительственными наградами России. Созданный им жилищный кооператив «Бест Вей» является международным, позволяет приобрести недвижимость как на территории Казахстана, так и в России и в других странах СМГ. Жилищный кооператив награжден орденом за профессионализм и деловую репутацию первой степени, является лауреатом конкурса «Экономическая опора страны» за лучший социальный проект, удостоен звания «Высший стандарт качества», почетный член Фонда поддержки предпринимательских инициатив. В Казахстане кооператив «Бест Вей» – это первый кооператив, который зарегистрирован и начал свою деятельность. Альтернативы нет. Мы самое первое, самый востребованный продукт, потому что жилье нужно всем. Государство и гражданское общество должны стать естественными союзниками в достижении общих целей. Улучшение жилищных условий наших сограждан, предотвращение оттока нашей молодежи из страны из-за сложности решения жилищного вопроса, создание рабочих мест – вот основы стабильности государства и благополучия общества. Объединиться, чтобы жить – главная идея Романа Василенко. Только в совместном сотрудничестве, в кооперации можно решать социальные проблемы. В Карагандинский консультационный центр ежедневно приходят люди. Здесь они получают подробную информацию о программе в удобном для них формате. В светлом просторном офисе их встречают грамотные, доброжелательные консультанты, готовые ответить на все интересующие вопросы, предложить различные варианты приобретения жилья. Сюда приходят и молодежь, пенсионеры, которые хотят помочь своим детям, внукам. В основном люди приходят семьями. Покупка жилья – ответственный шаг, поэтому равнодушных нет. Люди видят новые возможности, очевидную выгоду. Необходимо только правильно рассчитать свои силы, так как недвижимость приобретается в рассрочку. Жилищный кооператив «Бест-Вей» создан объединение свободных пащиков, цель которых объединить свои первоначальные средства, то есть паевые износы, для приобретения или решения жилищного вопроса. За два года работы в Казахстане при помощи кооператива «Бест-Вей» недвижимость 34 семьи отпраздновали новоселье в своих новых квартирах. Для сравнения, за такой же срок банки продают одну-две квартиры. Здесь очень выгодные условия. Здесь минимальный документ. Вообще не требуется кредитная история. И вложения первоначальные особо не требуются. Жилищный кооператив «Бест-Вей» недвижимость в Казахстане работает в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Главной центр находится в городе Астане. Юридическая база основывается на конституции Республики Казахстан, в которой говорится, что каждый имеет право получать собственность, и эта собственность охраняется законом. Кооператив зарегистрирован в органах юстиции, имеет устав, имеет сертификаты соответствия. Жилищный кооператив «Бест-Вей» недвижимость помогает людям различного социального уровня поверить в себя, в то, что они могут изменить свой мир. Для членов кооператива есть ряд преференций. Любому пайчику, вступившему в наш кооператив, имеющий при себе 35% от потенциальной стоимости приобретаемой квартиры, есть возможность возвратить ту сумму, которая будет ему дана в качестве рассрочки, 6% на 10 лет. Если у вас есть сумма, равная 50% стоимости ваше приобретение, вам добавят ее кооператив в рассрочку на условиях 2% годовых. Ну и, например, если у вас на сегодняшний день нет первоначального взноса ни 35%, ни 50%, кооператив вам может предложить накопительный процесс. Что это такое? Если вы можете в течение какого-то определенного срока, а у нас это не менее одного года, накапливать по 50 тысяч ежемесячно, то, накопив первоначальный взнос, после чего вам кооператив добавит необходимую сумму, ее будете возвращать с рассрочкой тоже 10 лет, но уже на условиях 4% годовых. На сегодняшний день по Казахстану открыты консультационные центры во всех крупных городах республики для удобства населения. Хочется отметить, что данная программа является международной и очень быстро развивается. Находясь в своем городе, граждане Республики Казахстан могут приобретать недвижимость в таких государствах, как Россия, Кыргызстан, Белоруссия, Азербайджан, Молдова, Армения, где люди уже отказались от кабальной ипотеки и выбрали кооперацию. Объединяются, чтобы жить. Вас всегда ждут в консультационном центре кооператива Bestway недвижимость по адресу город Караганда, улица Нуркена, Абдирова, дом 35А. Телефон 519-855. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте Казахстан. Приятных вам выходных. А мы с вами ждем. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok